Всем привет-привет! Я сейчас в Москве сегодня сюда приехала, и целый день у нас будет съемок совместно с компанией Revlon. Мы приехали в издательский дом Хёрст Шкулёв Медиа. Будем красить сотрудниц, все это снимать на видео. Как обычно, в общем, любая поездка, командировка, и у меня все это заметно на лице, я не знаю, мне это дико раздражает. Девчонки, как вы справляетесь со всеми переездами, перелетами, так, чтобы ваш личик оставалось свеженьким и красивым? Я прям не знаю, день съемок, и у меня вот опять вся красота на лице, в общем-то, как обычно. Буду что-нибудь вам снимать, сейчас сделаю фоточки, пока еще не все сотрудники подошли. Посмотрим, что у нас здесь с вами получится. Вид из окна. Здесь в Москве, кстати, намного теплее, чем в Ульяновске. Вчера было холодно, у нас жуткий ветер, а здесь очень терпимо, даже, я бы сказала, тепло. А это у нас Марина, визажист риммлона в России. Всем привет! Скажите, может быть, тренды макияжа зимнего? Темные, готические губы, это стрелки, но и брови актуальны. Да, брови, мне кажется, это актуально, я, может быть, плохо снимала. Брови, мне кажется, актуальны у нас уже давно и никак не выходят из моды. Никогда не выходят. Марина, мы покажем вот эту красоту сзади девочкам? Покажем. Можете сказать ваши любимые какие-нибудь продукты, самые-самые ваши любимцы? Что бы вы могли посоветовать девочкам купить в магазине? Новая помада жидкая, матовая. Она выглядит вот так. Вот он. Я обратила на них сразу внимание, такие большие. Да, пока в России есть только 7 цветов. И в 2017 году, в феврале, в самое начало, придут еще 7 оттенков. Будет вот этот известный цвет вина, бургундик, кто-то его называет марсалом. Очень красиво. Это получается по текстуре, что они матовые, глянцы? Да, это абсолютно матовый финиш. Единственное, что это новый подход к формуле, это гелевая технология. Когда мы смотрим этот продукт, например, тестируем его на коже рук, делаем сводч цвета, он кажется таким влажно-глянцевым. А потом подсыхает? Гель, да, дает эффектную пропитку, получается такая мягкая кожа губ. И на финише матовый цвет. Я просто не особо дружу с матовыми помадами, потому что их сложно наносить, тем более, если губы не в очень хорошем состоянии. То есть с этими помадами... Будет все очень хорошо и комфортно. Ощущение будет на губах, что ничего нет. То есть про них вы абсолютно забудете, потому что гель... Девочки, любительницы матовых помад, вот что вам нужно. Да, гель дает ощущение комфорта, потому что он очень сильно питает губы. А когда он полностью уходит, остается только пигмент. То есть даже не пигмент, а цвет. Спасибо. Прием, прием. Как слышно меня? Можете проходить, это я здесь очень балуюсь. Это нам проходить, да? Все, мы проходим, начинаем уже текст. Смотрите, как здесь. Здесь даже есть зеркало. Наконец-то. На фоне просто вот как бы вот этих вот сделаем. Ну, чтобы какая-то имелась привязка. К издательскому дому, да? Чтобы красиво было. А это наши героини без макияжа. Не смеемся, не плачем, не трогаем. Человек на работе. Первая модель. Будем выравнивать тон лица. Небольшой акцент на глаза. Брови подведем, коррекцию. Буки, да? Посмотрим, что получится. Как хорошо. Здесь продержится целый день. Будет чувствовать себя комфортно. Моя вторая модель, Тамара. Посмотрите, как вам макияж? Еще одна моя модель, Оля. Как макияж вам? Мне нравится. Освещение сейчас не очень передает, но на видео профессиональном вы все увидите. Как-то работаете теперь. Сложно, да? С макияжем теперь улыбаться. Можно работать и весь. Я немножечко просела. Марина, вы еще не присаживались, да? У вас есть вопрос, можно подойти? Уже 4 мейка было. Да. Наш съемочный день уже подходит к концу. В принципе, как и рабочий день уже. И вы знаете, мне очень понравилось такое ощущение вне зоны комфорта, когда кисти не твои, косметика не твоя. Ты видишь, это все первый раз со многими продуктами. Вообще знакомо. Я тоже впервые. И вы знаете, я для себя, пока работала, уже определила несколько любимчиков. Сейчас вам покажу. BB крема в фоторейде. У меня это был лайт. Самый светлый оттенок. Легкий. Хорошо увлажняет, пропитывает кожу. Маскирует мелкие недостатки на коже. Вот эти новиночки тоже попробовала. Матовые помады. Действительно, реально так классно, нежно ложатся. Обычно я с матовыми помадами не люблю работать, потому что сложно. Тем более, если губки не в совершенном состоянии. Здесь вообще отлично. Ложится как глянец. И только потом постепенно высыхает. То есть можно наслаивать сколько угодно. Не торопиться. В общем, супер-супер. Еще понравилась мне вот эта пудра. Мелкий очень такой помол. Вообще классная. Мягкая-мягкая. Ложится как шелк. И в качестве скульптора, кто ищет без рыжины, это у нас румяна в цвете 0.12. Матовый оттенок. Классные тоже понравились. Тени. Сначала мне показалось, что будет трудно с ними работать. Но в целом для таких ежедневных макияжей и даже у меня получился один вечерний, в принципе, неплохо. Пигментация такая средняя, поэтому можно делать и вечерние мейки. Вот. В общем-то, такой у меня был сегодня день. Очень интересный, очень насыщенный. Надеюсь, вам тоже было интересно со мной. Жду ваших комментариев. Всем вам пока-пока. Я сейчас в парке Сокольники. И, знаете, я ожидала большего от Москвы. Елка не горит огнями. Ну, как-то ничего особенного. Просто лотки с едой, с продуктами, с одеждой. Что-то продают. Коток. Обычный парк. Даже как-то Кульяновску своему родному заскучала. Может быть, закидаете меня сейчас помидорами, москвичи и москвички. Но вот как-то у меня такое впечатление. Вечерняя Москва. Есть очень красивые места. Все горит в огнях. Здорово. А мне уже скоро домой. Субтитры сделал DimaTorzok